Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Депутат Сейма Регина Лочмая-Лунёва у нас сегодня в прямом эфире. Добрый день. Да, несколько тем, которые хочется обсудить. Ну, может быть, наверное, вы как депутат от целой демократической партии, наверное, внимательно следите за всеми телодвижениями, которые исходят и от омбудсмена в том числе, ну и, конечно, правящей коалиции. Сейчас, видимо, часть правящей коалиции вспомнила, что какие-то обещания перед выборами они давали. Особенно вот эти пресловутые «три по пятьсот», «минималка пятьсот» и «необлагаемый минимум пятьсот», и «необлагаемый минимум пенсии пятьсот». Ну и начались какие-то шевеления, дискуссии, ещё без конкретных решений, но, тем не менее, дискуссии начались. Что вы по всему этому думаете? И действительно ли коалиция способна начать реально решать проблемы социального неравенства, как это у нас называется? Ну, в связи с теми новостями, которые приходили этим летом, естественно, возникает невольное удивление по поводу, первое, почему новая консервативная партия, которая уже полгода имела возможность изменить соответствующие законы для осуществления своих предвыборных обещаний. Я говорю о том самом знаменитом плане «три по пятьсот». И напомню, что наша партия, согласие и депутаты предлагали соответствующие законы. И все эти законы дружно были отвергнуты всеми партиями, входящие в правительственную коалицию, и в первую очередь новой консервативной партией. Теперь вдруг они об этом заговорили снова. Я думаю, что их активность во многом связана с тем, что их позиции в правительстве очень сильно пошатнулись, так же, как их и рейтинги, поэтому нужно что-то делать для того, чтобы убедить людей в том, что они что-то делают. Но, думаю, сделать это будет очень сложно, особенно, когда в игру вступают такие тяжеловесы, как омбудсмен, господин Янсенс, который тоже вдруг проснулся и очень активно в этом году, несмотря на то, что стать президентом Латвии, несмотря на выдвижение его кандидатуры, он не смог, но, в любом случае, то, что он предпринимает в связи с увеличением минимального размера пенсий, с моей стороны, закрыв глаза на то, что было причиной такой активности, очень-очень похвально. Напомню, что в этом году омбудсмен написал уже 4 письма правительству, и это не простые обращения, это так называемая «Пирмс ТС Сбридена», то есть это досудебное предупреждение, что означает, что если правительство не выполнит те требования, которые к нему выдвигает омбудсмен по поводу увеличения минимального размера пенсии по возрасту и минимального размера пенсии по инвалидности, то наш тест «Эпс Аркс», наш омбудсмен подает на правительство в суд Сатверсме, в Конституционный суд, в котором записано, что Латвия является социально ответственным государством, и второе, что люди должны получать такое обеспечение, что позволяло бы им просто выжить. Напомню, о чем идет речь. В этом году 4 письма были отправлены 12 апреля, 2 мая, 23 мая, и последнее вот сейчас, в начале августа. Речь идет о том, что в нашей стране с 1996 года не пересматривался так называемый гарантированный минимальный доход. И до сих пор ни правозащитники, ни представители ОБСЕ, ни представители международных организаций ОСЕД, допустим, не понимают, по какому принципу в нашей стране этот минимальный доход рассчитывается. То есть он никаким образом не связан с так называемой потребительской корзиной. Я напомню, что в нашей стране эта сумма минимальной пенсии составляет 70 евро 43 цента. Ну это же не серьезно, на это прожить невозможно. Это 2 евро 35 центов в день, и на эти деньги человек должен обеспечить себе еду, жилье, охрану своего здоровья и обязательное образование. Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то способен на эти деньги просто не умереть от голода на 2 евро 35 центов в день. И напомню еще такую цифру, что, согласно данным Всемирного банка, вообще глобально во всем мире уровень тотальной абсолютной бедности определен как 1 евро 67 центов в день. То есть мы отстаем от этого уровня, который, я думаю, создают в первую очередь государства Африки и очень-очень сильно развивающихся стран. То есть от евро 67 до 2 евро 35 нас отделяют 50 центов. И если при этом учесть, что Латвия – это все-таки северная страна, где морозы, где людям необходимо отопление, теплая одежда, теплая обувь и еда, которая позволяет, это может быть в жарком климате, можно протянуть на каких-то там… Бананчик дерева соваться. На одном банане в день, да, то у нас это нереально просто из-за того, что то количество килокалорий, которое человеку необходимо в день, оно намного-намного выше, чем в какой-нибудь Центрально-Африканской республике. Да и вообще о чем мы говорим, мы страна Европейского Союза, как вообще мы можем себя равняться на Зимбабве и Кондо. Да, именно это отмечает и омбудсмен в своем письме правительству. Я думаю, что здесь даже ирония неуместна, здесь скорее уместно погоревать на тему того, что долгие годы это происходит. Повторюсь, с 96-го года не пересматривался уровень гарантированного минимального дохода. И все, абсолютно все обращения оппозиции, правозащитников, международных организаций, которые следят за уровнем социального неравенства в стране. Напомню, индекс ЖИНИ в Латвии последние годы не падает, а увеличивается. Этот индекс характеризует разницу между доходами наиболее обеспеченных слоев населения и самых мало обеспеченных. Поэтому, к сожалению, ни состав правительства, ни персона, которую у нас возглавляет сейчас Министерство благосостояния, не делают ничего для того, чтобы что-то исправить в этой ситуации. В сентябре омбудсмен собирается подать в Конституционный суд эту жалобу, этот иск, когда суд назначит слушание, тоже непонятно. И самое главное, непонятное решение Конституционного суда, потому что, напомню, что последние решения, в частности, касающиеся школьной реформы в Латвии, были, мягко выражаясь, странными с точки зрения даже здравого смысла. – Да, сейчас Конституционный суд в этом плане не предсказуем, но мы знаем еще реальную ситуацию. Вот сегодня Центральное социалистическое управление дало такие цифры. 27,7% работающих в Латвии получают на руки до 450 евро. Это значит, что есть огромная категория людей, это, я так понимаю, больше, чем 200 тысяч человек, которые работая, но фактически являются, если не малоимущими, то малообеспеченными. Что такое 450 евро в месяц? – Конечно, в Риге 400 евро – это потолок, определяющий принадлежность к малообеспеченному. Этот человек может обратиться и получить статус малообеспеченного, и, соответственно, там не рассматривается, он работает или нет, рассматриваются только доходы на одного человека. И в Риге эти 400 евро – это потолок, и после чего вы можете претендовать на различного вида пособия. Но это говорит о том, что это, да, это реально определено как та сумма, которая является гранью выживания. Это мы уже скатываемся в дичайший капитализм, когда зарплата рабочему в XIX веке назначалась такой, чтобы он просто не умер от голода, и у него хватало сил снова и снова приходить на работу. – В принципе, это всё, да. – Да, но опять-таки возвращаемся к тому, что мы живём в XXI веке, в современной Европе, мы страна Евросоюза, и вошли в группу так называемых северных стран, в компании которых Норвегия, Швеция и другие страны, где, называя такие суммы, люди делают круглые глаза и не понимают, как вообще на такую сумму можно выжать в наше время и в нашем климате. – Да, вот я так понимаю, что пока каких-то коренных преобразований мы вряд ли сможем ожидать. Не факт, что даже будет необлагаемым минимумом 500 евро, хотя это бы реально хоть как-то оставило больше денег в кармане. – Я скажу так, все первые полгода в новом Семе, в XIII, оппозиция и в первую очередь наша партия занималась тем, что мы подавали целый пакет законопроектов, которые реализовывали бы вот эти обещания той же новой консервативной партии. И все и три по 500, и увеличение зарплат педагогам, и увеличение детских пособий, и снижение ПВН на продукты первой необходимости и так далее, и так далее. Абсолютно все эти законопроекты были отклонены, и правящая коалиция при этом еще издевательски комментировала эти законы, говоря о том, что мы занимаемся ерундой, мы гробим бюджет Латвии и так далее. Буквально неделю назад наш премьер гордо заявил, что бюджет 2020 года будет рекордным по увеличению для нашей страны. Но мы знаем, что за это время увеличилась и минимальная зарплата, и борьба за уплату налога вышла на очень такой высокий уровень, поэтому премьер забывает сказать об одном, а каков будет уровень расходов правительственных, какие затраты понадобятся бюджету для того, чтобы покрыть хотя бы те обещания, которые уже включены в законы. То, что касается повышения минимальных пенсий, могу сказать так. Так, я лично подавала запрос министру благосостояния, и ее ответ был очень лаконичен. Она сказала, что в этом году она не собирается подавать никаких предложений по поправкам к законам по поводу увеличения минимальных пенсий. Все, что она сказала в качестве будущих заслуг правительства перед пенсионерами, это проведение очередной индексации. Индексации, которая была запланирована уже до нее, и, соответственно, речь о Рамоне Петровиче, надеюсь, вы поняли. Да, естественно, да. Да. Вот тоже интересный такой момент, что касается вот этой коалиции. Я так понимаю, что все-таки часть ее, наверное, понимает, что уже и рейтинги никакие, то есть бесконечно не выполнять обещания нельзя, поэтому, наверное, какие-то телодвижения будут, с одной стороны. С другой стороны, вот мы знаем на днях министр обороны господин Пабрик встречался с новым президентом, и они так, вот я так понимаю, пришли к общему знаменателю, что надо даже еще больше выделять деньги на оборону, больше, чем 2%. Могу сказать, выразить свое личное мнение по поводу того, что происходит в правительстве. Я об этом уже говорила неоднократно сейчас у власти правительства, которое имеет взгляд на нашу страну не внутренне, а как бы со стороны правительства, возглавляя человека. Так оно в принципе и есть, потому что премьер, человек, который вырос в другой стране, приехал сюда, он не отказывается от второго гражданства, и иногда, глядя на те решения, которые принимаются, такое ощущение, что это решение такого стороннего правления, и решение эти принимают люди, которые не знают, как реально живут люди и на что они выживают. Говоря о составе правительства, если вы посмотрите на рейтинги, там есть такая партия КПВ, ЛВ, партия Кэмминшоу, которой этого рейтинга уже просто вообще нет. То есть люди считают, что и партии такой очевидно нет, потому что те министры, которые входят сейчас в состав правительства от КПВ, ЛВ, думаю, понимают, что больше никогда они не будут ни министрами, ни, скорее всего, даже депутатами. Ну, единственное, что их может спасти, это перебежать другую какую-то партию. Думаю, что господин Кэмминш уже точно решил, в какую партию он будет перебегать. И, соответственно, обещания его будут уже не те, которые он давал, людям, которые поверили в какие-то перемены, в глобальные перемены, которые они обещали, на все это забыв, наплевав. Слов не хватает, если честно, потому что всегда думаешь о людях с точки зрения, как поступил бы ты, я не знаю, наверное, ходила бы малиновой с утра до вечера, сгорая от стыда за те слова и поступки, которые я совершаю. А может быть, они просто как бы почитали новейшую историю Латвии, ну, так и сценично посмотреть, посмотрели, говорят, ой, извините, чего они только не обещали. И вот это обещали, и вот эту, и такие зарплаты, и такие пособия, и такие деньги, и все это на протяжении 25 лет, и ничего. Многим даже с рук сходило, да, многих избирателей наказывали, мы знаем, премьеры даже целой партии уходили в небытие, но многие сидят в парламенте по сей день, они уже сменили там 3, 5, 6 партий, и как-то не малиновые ходят, да, может быть... Да, более того, я шла на интервью, встретила господина Аши Радонса, прекрасно выглядит, улыбается, все хорошо. Видите как? У министра. Хорошо, что человек верит в историю успеха. Очень обидно, что то, что происходит в правительстве, и абсолютная апатия со стороны людей, которые видят, что на протяжении 30 лет не меняется ничего, кроме того, что те, кто что-то имел в этой жизни, продолжают иметь, а те, кто не имел ничего, так ничего и не имеют. И нету света в конце туалета. Сейчас во многом также благодаря прессе хватило в большей степени русскоязычное население, что очень и очень обидно. Которые уже никому не верят и ничего не хотят. Мы это и по звонкам в студию тоже видим, да, к сожалению. Да, поэтому нужно очень и очень много работать и очень много разговаривать с людьми, объясняя им и то, что происходит, и то, чего можно добиться и при помощи каких инструментов, несмотря на то, что этих инструментов не так много, но они есть. И нужно действовать очень настойчиво, методично. И когда, у меня лично такой девиз, если кажется, что всё плохо, надо просто начинать работать. Это как из финала пьесы «Дядя Ваня». Пойдём, поработаем. Попросим наших новостников тоже поработать. Большая пауза новостей и рекламу. Регина Лочнева-Лунёва у нас в студии. Не переключайтесь. Ещё раз добрый день, Регина Лочнева-Лунёва, депутат Сейма от Факции Согласия у нас в студии. Ещё один вопрос. Вы на эту тему заикнулись буквально в самом начале по поводу НВО или государственных организаций и то, что происходит в этом совете по интеграции, фонде по интеграции. Как мы знаем, туда делегирован премьером советник Парадникс. Мне один коллега сказал, я, говорит, не понял, а это фонд интеграции или дезинтеграции? Потому что если дезинтеграция, то он действительно может не только там работать, но ещё и возглавить этот фонд. Ну, это, конечно, такая тоже ирония, но такова наша реальность. Возглавить совет. Совет, да. Я объясню, структура фонда общественной интеграции, она достаточно громоздкая и предполагает, ну, как бы вот, исполнительную власть, это сотрудники самого фонда и надзирающий совет, который принимает некие политические и идеологические решения. В состав этого совета сейчас внесены поправки в закон, входят представители как не государственных организаций, а представители самоуправлений и представители правительства. Поэтому то, что возглавить вот этот надзирающий орган рвётся господин Параднехс, я не удивлена, потому что, скажу честно, когда мы в комиссии Сейма по общественной интеграции разбирались с работой фонда, выяснилось, что последние годы фонд оперирует совершенно небольшими суммами, если мы говорим конкретно именно об общественной интеграции. А большие суммы распределяет напрямую Министерство культуры, которое, как мы знаем, находится в ведении национального объединения. Поэтому совершенно логично для национального объединения, что она хочет оперировать абсолютно всеми деньгами, которые выделяются из бюджета на нужды общественной интеграции. и национальное объединение само хочет решать, какие НГО, какие средства массовой информации достойны того, чтобы получать деньги на вот эти цели. И, соответственно, национальное объединение хочет само определять, что есть общественная интеграция в целом, в том своеобразном виде, как они это себе представляют. Речь идет о достаточно крупных суммах, это миллионы. И очень рекомендую журналистам поисследовать отчеты предыдущих лет, кому и на какие цели, какие деньги выделялись из Министерства культуры, из фонда. Там все очень-очень интересно. Поэтому я уже не удивляюсь, когда читаю определенные статьи в определенных медиа, четко понимаю, кому и зачем эти статьи были нужны. Поэтому борьба вокруг фонда – это в первую очередь, естественно, борьба за деньги, за очень большие деньги, которые можно распределить среди организаций, которые, возможно, являются идеологически близкими к определенным партиям. И, соответственно, хотят убрать из фонда тех людей, которые эти деньги до сих пор распределяли не так, как хотелось бы, допустим, этого правительства. Ну, мы вообще уже, я так понимаю, наблюдаем. Это было, конечно, и в прошлом парламенте, но тогда мы это списывали на предробную кампанию. В этом ситуация в деле, я бы сказал, дезинтеграции только усиливается. Мы знаем и решение Конституционного суда, о котором мы сказали, вот комиссия, в которой ты тоже работаешь, это комиссия в том числе по гражданству, интеграции общества. Там уже, я так понимаю, планируется дискуссия о переводе всех муниципальных детских садов только на латышский язык, видимо. Да, национальное объединение очень настаивает на этом. Да, то есть, видимо, я так понимаю, что международное обязательство Латвии – это уже не счет. Связано с темой, о которой мы говорили в первой половине передачи. Когда тебе не хватает профессионализма и политической воли решить социальные вопросы, то есть минимальные пенсии, борьба с бедностью, с неравенством, ты начинаешь вытаскивать что? Национальный вопрос. Давайте опять решать по поводу языка обучения в школах, в детских садах, о сносе памятника и так далее и так далее. И глядя на то, с какой периодичностью появляются вот эти провокационные повестки дня со стороны национального объединения, совершенно четко видно, что это латание тех самых дыр в предвыборных обещаниях, которые никто не собирается выполнять. Это просто отвлекает внимание людей, снова и снова давя на их такие примитивные эмоции и примитивные инстинкты. – Да, вот еще один такой важный момент, который все-таки хотел бы обсудить. Можно ли вообще ожидать дальнейшего принятия каких-то законов, ну, закручивания гаек? Потому что мне казалось, что уже все, что можно было, приняли. Сейчас, я так понимаю, и депутаты фракции «Согласие» подали иск в Конституционный суд по поводу запрета в вузах, в частных вузах, уже принимать студентов на русские потоки за свои деньги. – Конституцион – это вообще юридический беспредел, вмешательство в частную предпринимательскую среду, ограничение конкуренции. Это можно называть как угодно, но, опять-таки, с учетом предыдущих решений Конституционного суда, возможно, нас ожидает очередное бесподобное, ни с чем не сравнимое решение, которое ограничит возможность обучать студентов здесь на русском языке. Причем это студенты, которые не только приносят сюда реальные деньги, потому что они платят за обучение, они платят здесь за жилье, еду. Они влюбляются в эту страну, привозят сюда своих родителей, совсем не бедных, как правило, приводят сюда инвестиции из своих стран, организуют здесь бизнес. Оказывается, ничего этого не нужно, и нужно только… Причем здесь продолжается политика двойных стандартов. Почему-то первым исключением стала школа Экзюпери, где можно обучать на английском языке, а стокгольмские школы экономические, юридические, где разрешили ректорам не знать латышский язык. То есть, как видим, исключения из правил могут быть, но это очень выборочно. Не только ректор, а там работники могут уже не знать. Да, выборочно и чисто для своих. Я очень уважаю всех преподавателей этих высших школ, они действительно профи, но в данном случае речь действительно о двойных стандартах, это нечестная игра, и вот эта политика, здесь читаем, здесь не читаем, здесь видим, здесь не видим, это то, что вызывает уже не просто возмущение, то есть у меня не очень хорошее ощущение по поводу нашей политики, поэтому говорить о возможном закручивании гаек, да, я бы ожидала всего чего угодно в самое ближайшее время. Особенно с учетом того, насколько мило президент и министр обороны беседуют о том, что давайте еще возьмем немножечко больше денег на то, чтобы у нас было еще больше поддержанной техники из Великобритании или откуда там они ее покупают. – Я думаю, наши радиослушатели наверняка знают, что вы возглавляете общественную организацию «Золи Туде», да, 16-11. – 21-11. – 21-11, да. Что сейчас вообще, вот в этом, я так понимаю, что идет дальнейший судебный процесс, тяжело, наверное, прогнозировать, когда будут какие-то решения. – Продолжается суд в первой инстанции, речь, напомню, об уголовном суде. – Да. – В данный момент судьи находятся в очередном летнем отпуске, который длится с лига по начало сентября. – Вот такой отпуск? – Да, каждый год. Все трое судей находятся в этом отпуске, и возобновление заседаний начнется с… мы будем заканчивать заслуживать пострадавших, нам удалось выбить себе это право, чтобы выступили все, кто хочет, из потерпевших, и после этого начнутся прения сторон. То есть есть слабая, но надежда, что в конце этого года мы узнаем приговор в первой инстанции. – То есть даже, может быть, до конца этого года? – Да, да, да. – Возможно так. – Пока ощущения, наверное, сложные какие-то прогнозы делать, да? – Ну, прокуратура запросила для всех объявлений обвиняемых в максимальные сроки. Максимальный срок – это… – По этой статье. – Да, пять лет. По совокупности двух статей – это убийство по неосторожности, которое как бы дало возможность просить этот срок, потому что если бы не переквалификация статьи, то это были бы максимально четыре года, которые на момент трагедии были в уголовном кодексе за нарушения в строительной сфере, повлекшие за собой тяжелые последствия. – Переквалификация все-таки дала… – При этом ни один из обвиняемых себя виновным не признает. – Ни один? – Ни один. До сих пор никто не признал. И поэтому все теперь в руках суда первой инстанции. Как будет, узнаем. – А вот у потерпевших есть такое ощущение, я понимаю, что тяжело, наверное, нагадать и влезать в компетенции прокуратуры и суда, но тем не менее, не называя никаких фамилий, есть такое ощущение, что это именно те люди, которые сейчас обвиняют, потому что всегда же у кого-то может сложиться такое ощущение, что там, не знаю, то ли стрелочников нашли, то ли тех, кто вроде бы не вовремя не смог какие-то документы там под лог устроить и так далее. – Вопрос могу сказать так, я не знаю ни одного из пострадавших, кто считал бы, что те 9 человек, которые сидят на скамье подсудимых, должны быть оттуда освобождены. – Особождены, как случайно попавшие, да? – Нет, этих девятерых считают все, но считают, что скамья подсудимых не полная, что там должны быть еще представители фирмы, которая изготавливала металлические несущие конструкции веком индустрии. И там, естественно, должны быть те люди из правительства, которые допустили ликвидацию инспекции по надзору на строительство и принимали те законы, которые позволили допустить такой бардак на стройплощадке, что повлекло за собой гибель такого количества людей. – Это, наверное, еще раз говорит о том, об ответственности тех, кто и принимает законы, потому что многим начинает казаться, ну, там кнопку нажали, и все, да, вот сейчас это вот ценность этой кнопки, да? – Да, ценность этой кнопки – человеческие жизни. И сейчас новая комиссия всеми по расследованию ОИК. – Да. – Я думаю, что не зря на этой комиссии сейчас будет присутствовать прокурор, и очень сильно надеюсь, что в руках прокуратуры привлечь конкретных должностных лиц и взыскать с них в гражданском правовом порядке большие-большие суммы за кражу у населения миллиардов. – То есть, в принципе, есть надежда, что на сей раз вот эта парламентская комиссия следственная чего-то добьется, потому что мы знаем, что на протяжении работы вот парламентов разных созывов каких-то комиссий не было, чего только не расследовали. Но вот мне только кажется, ну, может быть, я не прав, что мне кажется, все-таки комиссия по расследованию золитутской трагедии все-таки, по крайней мере, позволила… – Это была, по оценке многих, самой эффективной комиссии всех. – По крайней мере, законодательство после этого было изменено. – Потому что, да, целый пакет законов был изменен, сделал максимально возможное для того, чтобы обеспечить людям в этой стране безопасность, начиная с пожарной безопасности, заканчивая безопасностью строительства. И то, что заново было создано государственное надзорное учреждение за строительство, которое возглавляет госпожа Микушкина, это уже один из главных результатов. Поэтому я оптимист и всегда надеюсь, что другие депутаты тоже смогут сделать то же самое, что делали в свое время мы в комиссии по расследованию золитутской трагедии. Я думаю, что в комиссии по расследованию ОИК можно найти всех. Ну, это же все задокументировано, это же работа правительства. Все видно, кто какие решения принимал, где, кто какие подписи ставил. Естественно, это доказано. Для этого достаточно… Я понимаю, что это очень скучно. Это большая, скучная работа – читать эти кипы документов, смотреть эти подписи, то, что и как. Но нет сомнений, что это была афера, в принципе. Это была не просто… Да, это афера, это было организованное преступление с целью получения благ определенной группы людей. Все. За счет налогоплательщиков. Может быть, в завершение такой вопрос не могу не задать. Те, кто следят и за вашими активностями в социальных сетях, в Фейсбуке, в частности, заметили, что вы недавно участвовали в такой экспедиции поисковиков в Кузове, где вот, я так понимаю, откапывали вот эти захоронения воинов латышской стрелковой дивизии. 308. 308, да. Латышская стрелковая дивизия и Краснодар. Почему для вас это важно? Потому что, ну как, обычно это все-таки такая задача самих поисковиков, которые этим занимаются. Ну, не знаю, политики или депутаты чаще всего там просто с ними встречаются, благодарят, там жгут руки, а вы сами, я так понимаю, там участвовали, там лопатой, там все копали и так далее, и так далее. Да, я являюсь членом поискового отряда «Легенд» уже четвертый год. Это абсолютно общественная организация, мы все делаем за свой собственный счет. И мы группа сумасшедших, которые, несмотря на то, что все очень удивляются, что зачем мы это делаем, причем нам за это никто не платит, более того, иногда ругают за то, что вот зачем там на фоне костей, там что-то вы себя там фотографируете, все такое. Для меня в этом году это третья экспедиция, и она, наверное, самая радостная, потому что благодаря Фейсбуку и десяти с половиной тысячам перепостов латышского текста, удалось найти уже девятнадцать семей погибших солдат, то есть мы нашли родных девятнадцати солдат, чьи останки мы обнаружили в лесу, вы бы видели этот лес, его в сказках можно снимать, там надо было переходить речку, потом болото, потом зайти в такую... То есть это были какие-то массовые захоронения, да? Нет, это было захоронение госпиталя, это были солдатики, которые умерли от ран в начале марта сорок пятого года, когда велось наступление... То есть совсем немного они не дали, да? Да, на Сторе. У лета в этой экспедиции мы четыре дня жили в лагере на вот краю этого леса, ночевали в палатках три ночи, выяснилось, что прадед одного из наших участников, легенда, он об этом до последнего молчал, был командующим вот этой 308-й латышской стрелковой дивизии, как раз в марте сорок пятого года. И у очень многих из наших, из тех, кто копал этих солдат, у меня там однофамилец, Лочмолец Бронислав был в списке, нашлись родственники еще у некоторых людей, с которыми они не знакомы. Но это в основном внуки и памяти, да? Да, да, да. Сейчас вот эти последние дни я была на связи с родственниками этих солдат. Живы до сих пор даже родные сестры погибших солдат. Там одной из сестер 77 лет, другой 91. И они все в здравом уме и памяти, и более того, хотят приехать именно в этот лес, говорят, дойдем да ползем, хотят просто вот поставить свечу на том месте, где их откопали. Самое удивительное и ужасное в этой истории то, что все эти годы эти солдаты, которых мы нашли, числились захороненными на братском кладбище в Тушке. То есть они не были попавшие без вести по документам, да? Нет, нет, нет. Их должны были перезахоронить в 1946 году, и непонятно по какой причине, вернее, это уже в очередной раз, когда мы сталкивались с тем, что по бумагам их перезахоронили, более того, кто-то в 1946 году за это получил деньги, но на самом деле солдаты как лежали на опушке леса, так они там и лежали все эти 74 года. А кого они захоронили, непонятно, да? Никого, они их по бумагам, то есть это тоже мошенничество. То есть это безответственность людей. Да, можно говорить о том, что тогда в Курзуме после всех, после войны, после бегства населения, после высылок оставались одни старики, женщины и дети, но все равно это так нечестно, когда родные думают, что вот здесь лежит мой братик, мой папа, мой дед, и его имя выбито на памятной плите, а его там нет, реально. Его там нет. То есть они даже не перезахоронили, да? Нет, они не перезахоронили. И теперь у нас такая мысль, что весной следующего года мы их перезахороним, всех вместе снова поставим отдельную плиту, имена будут на латышском языке, потому что родственники хотят. К сожалению, невозможно идентифицировать, кто из них кто, несмотря на то, что очень многие латгальские семьи, там очень много латгальцев хотели увести себе. Там такие рассказы, когда один из тех солдат, который мы нашли, ему на момент гибели было 19 лет. Он перед уходом на фронт посадил березу у родного хутора. Эта береза стояла все эти годы, несмотря на то, что в нее несколько раз попадала молния, ее срубили только два года назад, но за это время она рассеяла вокруг, и там выросла рядышком целая березовая роща. И в честь этой березы этот хутор, потомки вот этого погибшего солдата, назвали по-латгальски «йонюбарзе», то есть «яновые березы». И этот хутор реально стоит, эти березы стоят, и вот теперь он нашелся. Ну хотя бы хорошо, что по документам можно было идентифицировать тех, кто там захоронен. Это только благодаря, вот на сей раз речь об ответственном человеке, писарь Медсанбата, который очень подробно нарисовал от руки карандашиком схему со всеми расположениями могил. Там было 12 таких рвов, где они лежали. И вот как он нарисовал, так мы их на этой опушке леса, который уже, естественно, спустя 70 лет. То есть это несмотря на то, что шли военные действия, он все-таки был очень ответственным. Это встречается очень редко, когда вот к спискам прилагается очень подробная схема с расположением могил. А список сохранился все-таки, да? Именно благодаря этому списку и благодаря этой схеме, благодаря одному ответственному и неленивому человеку мы их нашли. Потому что если бы этой схемы не было, найти это место, которое за 70 лет заросло деревьями, мы там полдня просто пилили деревья и убирали оттуда весь этот валежник, чтобы потом экскаватор мог подобраться и найти их на глубине. А был уверен, что они там есть, несмотря на то, что якобы их по документам захоронили в другом месте, да? И там было так, что один из наших членов команды, Арманд, нашел эти схемы, эти документы и позвонил своему другу Эрику, который тоже у нас в легенде. А Эрик отличается тем, у него это уже второй случай, он говорит, когда ты утром встаешь, такое ощущение, что тебя кто-то берет за руку и ведет, и ведет. И он говорит, и было так. Арманд говорит, ну, говорит, пошли, будем искать своих. Ну, в смысле, что вот латышская деятельность. Говорит, ну, пошли. И он говорит, приехали, и он сказал, вот здесь будем копать. И они копнули и сразу наткнулись на кости. То есть это можно назвать невероятным везением, случайностью, чем угодно. Но те, кто работает в поиске, они знают, что это, ну, не случайные вещи, которые происходят. Вот здесь так и произошло. И когда мне звонят родственники, говорят о том, что плачут, о том, что невероятная история, когда мать одного из солдатиков, тоже, которому было на тот момент 19 лет, когда ей прислали похоронку, она не поверила. Она живет у границы, в Литве, у границы с Латвией. Она из Литвы пешком дошла до Тукумса, пешком, чтобы искала своего сына. И когда слушаешь вот именно такие рассказы, и когда читаешь на Фейсбуке, когда молодому парню пишут там, что, Ивар, вот это твой прадед, да, ты понимаешь, что вот эти моменты, ради которых это все нужно делать, чтобы нынешнее молодое поколение просто опунулось. Я знала, что такое война. Опунулась в эту историю. Я знала, что такое война, что этого допустить нельзя. Кстати, глядя на результаты централизованных экзаменов, наше молодое поколение по степени значимости хуже всего знает математику, физику и на третьем месте историю. И это ужасно. Вот такая вот история. Да, Регина Оочмова-Лунева у нас была в студии, и большое спасибо.